Девушки отдыхают Девушки отдыхают Во время забастовки на один час были приостановлены амбулаторные приемы, исследования и процедуры в больницах, а также плановая работа в стационарах. Была также прервана работа в целом ряде центров семейных врачей. В этот час продолжили свою работу скорая помощь и отделение экстренной медицины. Врачи также сегодня отмечали, что наши политики должны понять, не стены больниц лечат людей. И если больницы начнут меньше платить за лечение, а врачам и медсестрам будет грозить сокращение зарплат, то как новые, так и старые здания больниц могут попросту остаться без персонала. Не часто случается, что представители профсоюзов на той же позиции с министром, но могу сказать, что соответствующий анализ был бы на самом деле подготовлен в сотрудничестве с Министерством финансов и в кабинете министров. Вопрос дополнительного финансирования медицины в принципе не вызывает разногласий, особенно что касается долгосрочной перспективы. Да, мы спорим о минусе этого года, стараемся как-то в рамке бюджета вместиться, но в долгосрочном плане в принципе мы все понимаем, что иного решения в принципе у Эстонии и нет. Медики пока ждут ответа, как отметила глава Союза врачей, они понимают, что такого рода решения нельзя принять за считанные часы или дни. Да и существующие проблемы решить не так просто, но медики хотят знать план правительства, что власти собираются делать для разрешения ситуации и услышали ли министры сегодняшнее послание тысяч работников медицины по всей стране.